Всем тихой ночи! Пора делать новое видео на актуальную тему, на тему цирка, а именно цирка всего тревожного Германа Фуллера, организации, которая по ходу развития вселенной SCP стала занимать в недостаточно заметную роль. На этом канале уже было видео на эту тему, но с тех пор слишком много всего изменилось, чтобы вообще считать то видео информативным, так что попробуем понять, чем был цирк, откуда он взялся и чем стал. Житель любого уголка мультивселенной в один прекрасный день может заметить на столбе странную афишу, какой-то бродячий цирк, приглашающий на свое представление, при этом обещающий зрителя величайшее шоу на земле. Если прийти на место, указанное в афише, можно с удивлением обнаружить, что там буквально за одну ночь на каком-нибудь пустыре вырос огромный цирковой шатер. Вокруг него уже суетятся странного вида клоуны, в клетках сидят существа, явно из иных миров, вокруг катаются тележки с невиданными сладостями. И вот ты уже не замечаешь, как купил билет и как занял свое место в зрительном зале. А когда представление начинается, забываешь обо всем, ведь происходящее на сцене выходит далеко за рамки разумного и вообще возможного. Вот, например, на сцену вышел горящий человек, все его тело буквально объято пламенем, видно, что огонь самый настоящий. Доброволец, вызвавшийся потрогать артиста, кажется, уехал на скорой, он получил тяжелые ожоги. А вот выкатили пушку и заряжают в нее человека. Вроде классический номер, но после выстрела вылетает не целый артист, а конечности и органы по отдельности. По сцене катится голова несчастной, и вдруг она заливается веселым смехом, показывая, что она жива, и даже веселится, разглядывая шокированных зрителей. После этого на сцену вышел рыбочеловек, как будто пришедший сюда из одного из лавкрафтовских мифов. Он начинает рассказывать что-то про морские глубины и древние ужасы, но вряд ли кто-то из шокированной публики что-то запомнит. Под конец на сцену выходят клоуны, и все предыдущие чудеса как-то меркнут. В этот момент буквально каждый зритель понимает, что происходит что-то потустороннее, ведь клоунские номера буквально отрицают законы физики. Артисты деформируются, ходят по воздуху, создают предметы из пустоты и напротив прячут огромные вещи у себя в карманах. Обратить внимание на эти странности не дает, наверное, только смех, которому невозможно сопротивляться. Главное, конечно, вовремя прийти в себя, когда начнется пожар, а пожар начнется в любом случае. Люди начнут в панике бежать из зала, и спасаться надо предельно быстро, убегать надо не оглядываясь. Ведь если задержаться, шансы на выживание невысоки. Только в безопасном месте можно посмотреть на то, что когда-то было домом для беззаботного веселья, и с ужасом обнаружат, что кроме пары обгоревших бревен, там теперь ничего и нет, а может и никогда и не было. Сейчас только люди в строгих костюмах со странными приборами ходят по пепелищу, в поисках чего-то забытого цирком всего тревожного Германа Фуллера. Фонд SCP, конечно же, не мог пройти мимо таких событий. Его агенты начали реагировать на сообщения о появлении цирка почти сразу. Однако, по большей части, это были выезды на гору пепла. Но так происходит не всегда. Например, один раз сотрудник фонда решил внимательно осмотреть уцелевшую в огне постройку с надписью «Фотостудия». Там сидел человек с сильным запахом рыбы. Кроме этого, у него отсутствовали глаза. Вместо них на лице были два икс-образных символа. И что самое странное, это не мешало ему видеть. Более детальное исследование выявило, что его череп состоит из пластин, как у рыбы. Пойманный аномальный человек простодушно рассказал, что он артист цирка Германа Фуллера, и его просто забыли забрать с собой. Информации от него получили не особо много. Узнали только о некоем человеке вверх тормашками. Похоже, важном человеке в этом цирке. Теперь этот рыбообразный выступает в камере SCP-1834. В другой раз посреди сгоревших шатров и будок был найден истощенный гуманоид, ростом более двух метров, стоящий на коленях. Существо не имело внутренних органов. Было покрыто неизвестным, похожим на бумагу материалом. И постоянно пело. Кроме того, оно выделяло черную, похожую на чернило, субстанцию. Эта черная жидкость левитировала и формировала в воздухе ноты, и различные фразы, связанные с песнями существа. Во время допроса оно начало петь песню, в которой также упоминается Герман Фуллер и Человек вверх тормашками, а также куплет о том, что цирк его бросил. Песни эти исполняются в камере SCP-1860. Иногда существа цирка сами бегут из него. Как, например, однажды в фонд поступило сообщение, что в отель в Арабских Эмиратах пытается заселиться странного вида женщина, без рук, за которые следует монстр, выглядящий как продолговатая масса плоти с огромным числом рук, всего 932 конечности. Когда фонд поймал это, оказалось, что между женщиной и монстром есть сильная телепатическая связь, и что они сбежали из цирка Германа Фуллера от жестокого обращения. Теперь это объект SCP-1884. Из новой информации фонд узнал, что цирк добывает аномальных гуманоидов. Большинство из них попадает в него детьми, а затем Герман Фуллер делает из них своих артистов. Однако вопросов все еще было больше, чем ответов. Фонд довольно долго занимается отловом только лишь существ, используемых Фуллером в представлениях, и каждый из них рассказывал какую-то новую деталь о цирке. Из допроса одних существ стало понятно, что цирк путешествует практически по всей мультивселенной, потому выступают в нем твари из самых причудливых миров. Другие рассказывали о том, как цирк устроен изнутри. Например, что в цирке внезапно произошел переворот. Герман Фуллер был изгнан из цирка, и теперь всем рулит некая Ики и тот самый человек вверх тормашками. А также на вершине цирковой иерархии находятся особенно могущественные существа, называемые просто клоунами. И, конечно же, почти все из запрашиваемых говорили о том, как тяжела жизнь простых артистов цирка. Тех аномальных людей, которых клоуны превращают в аттракционы. На пепелищах сотрудники SCP находят не только странных существ, но и разные аномальные вещи. Одушевленные воздушные шары, кусающаяся голова тигра, укус которой позволяет человеку левитировать, медведь-киборг, до чего только не попадается. Однажды, например, нашли палку, которую можно неизвестным образом вставить в любой твердый предмет, и деформировать его так, как будто он является вязкой массой. Особенно интересно в находке было то, что на прикрепленной бирке был написан телефон, позвонив по которому можно было связаться с человеком по имени Гэри Горхем. Судя по всему, этот человек находится прямо в цирке и может принимать звонки из любой точки мультивселенной. Кроме того, сотрудники нашли передвижной киосок для производства сладкой ваты. Он поначалу выглядел довольно обычным, но в ходе испытаний проявил множество аномальных свойств. Сладкая вата всегда получалась черной и оказывала сложный эффект на организм потребителя. Внутри самого этого киоска была найдена емкость с надписью «Клоунское молоко». Она была заполнена черной жижей, судя по всему и придававшей вате ее цвет и странные свойства. Оказалось, что если человек потребит эту субстанцию в чистом виде, он умирает от переизбытков гормонов счастья. У этой тележки обнаружилось еще множество свойств, и они описаны в документации к SCP-1921. Но самым главным открытием для ученых фонда стало то самое «Клоунское молоко». Мерзкая черная жижа во многом служила источником потусторонних сил цирка. Она приводила в движение странное представление, а также позволяла цирку перемещаться между мирами. В некоторых документах, например, в SCP-4459, можно найти упоминание о том, что если человек переживал контакт с этой субстанцией, он претерпевал значительное преобразование, становясь чем-то слабо напоминающим человека. Руководство SCP осознало, что странная черная жидкость может быть ключом к разгадке тайн клоунской организации, и собрало МОК КП-14. Эта МОК, реагируя на очередное сообщение о цирке, как-то раз смогла захватить 10 бочек с подобной субстанцией. Так что теперь ученым организацией было с чем работать. Оказалось, что когда этой жидкости достаточно много в одном месте, она собирается в гуманоидных существ, состоящих примерно из 8 литров вещества каждая. Эти существа бесцельно ходят туда-сюда, пока не натыкаются на человека. В этом случае жидкость пытается забраться ему в рот. Впрочем, оказалось, что это не клоунское молоко, а что-то отдаленно на него похоже. Среди этих бочек была обнаружена связная женщина, и она рассказала, что создавала из обычной патоки сахарных големов, чем жидкость в ее бочках и являлась. Затем она поделилась с фондом полезной информацией о том, что все высшие посты в цирке занимают клоуны, и они являются существами, значительно превосходящими в своих возможностях людей. Не особенно преуспев в изучении цирка, фонд SCP смог найти того самого изгнанного из него основателя, Германа Фуллера. В одном из подземелий города Чикаго, под зданием оперы, обнаружилась странная конструкция, подобие небольшого театра, в котором выступают марионетки, сделанные из трупов людей, без вести пропавших в последнее время. Этими страшными марионетками управляет нечто, заключенное в центральной части механизма и являющееся телом Германа Фуллера. Теперь все это SCP-3440, по сути театр, могила и магическая тюрьма в одном флаконе. При активации механизма начинается ужасное представление, в ходе которого болтающиеся на тросах мертвецы рассказывают историю появления цирка всего тревожного. Началось все с того, что Герман Фуллер нашел путь в библиотеку странников. О ней на канале, кстати, есть видео. Если не видели, посмотрите. Фуллер встретил там несколько древних мистических томов, которые открыли ему суть вещей. Однако полученными знаниями, Фуллер решил распорядиться не самым обычным способом. Он не стал каким-нибудь мелким божеством, не основал оккультную организацию. Как обычно делают в такой ситуации, он создал потусторонний цирк. Для трупа он нашел бродячего мальчика, с перевернутым лицом. Тот ему так понравился, что Герман сразу сделал его одним из руководителей цирка, тем самым человеком вверх тормашками. Также Фуллеру попалась абсолютно безумная девочка Ики, которую родители лечили электрошоком. Он выкрал ее и сделал главной клоунессой. Но самой примечательной его находкой, еще во время путешествий по путям библиотеки, была раса существ, не имеющих постоянной формы. Существа эти были, по сути, воплощением древнего первобытного ужаса. Извращенный гений Фуллера дал им форму, сделав их клоунами. Теми самыми клоунами, которые представляют собой основную массу артистов цирка. Герман Фуллер был крайне жестоким управителем, и в какой-то момент уже повзрослевшие Ики и человек вверх тормашками сговорились с клоунами и выкинули Фуллера в пространство между измерениями. Будучи на тот момент уже достаточно сильным мистиком, он смог оттуда выбраться, но попал в ловушку, теперь известную фонду SCP как Объект 3440. В итоге фонд SCP так и не смог узнать ничего особенного по поводу цирка. Однако объекты, найденные фондом Афиша, это далеко не все источники информации. Дело в том, что межпространственные приключения клоунов и разных других персонажей цирка описываются в достаточно большом количестве рассказов. Причем сегодня рассказов этих почти и 70, то есть в два раза больше, чем Объектов SCP, связанных с Германом Фуллером. На этом канале есть чтение двух из них, показывающих способности клоунов и их связь с черным молоком. Атмосферные такие рассказы, кстати, ссылка в описании. Из них мы узнали, что клоуны способны перемещаться практически по любым мирам вселенной SCP. Легко меняют свою форму, они могут превращаться в разных животных, собственно, в клоунов и даже в настоящих монстров. Они практически неуязвимы для механического воздействия, могут создавать разные предметы и вообще имеют внушительный список способностей. Однако клоуны не всесильны. Практически любое действие, от простого разговора до магических преобразований, расходят в них субстанцию под названием клоунское молоко. И если оно заканчивается, клоун превращается в лужу-слизи и становится в такой форме практически беспомощным. Клоунское молоко же производит родственные клоуном существа, также извлеченные фуллером из древних погибших миров. Но, судя по всему, чуть более примитивные. Это также существа, не имеющие собственной постоянной формы, но что-то вроде домашних животных, которых клоуны используют в качестве транспорта и источника молока. Жалко, что переводов и рассказов про цирк очень мало, ведь цирк Фуллера в последнее время стал чуть ли не отдельным от SCP-произведением, с путешествием между мирами, безумным юмором и своей атмосферой. Может, когда-то ещё что-то из цирка переведу и тут прочитаю. А пока, всем пока!